Анатолий Франц Анатолий Франц Анатолий Франц Анатолий Франц В святом крови лесном, где вековые сосна, не знает страха жизни, а смерть молниеносна. Исущему всему свой сурок определен. Когда другой олень, сопутствуемый ланью, трубит победный клич, и сгорая от желания, божественную цель готов исполнить он. Всесильная любовь, источник жизни новый, вот Бог, творящий мир в огне борьбы суровой, животворящий Бог, могучий и благой, в пылу твоих горнил частицы мироздания, родятся и умрут прекрасные создания, и души, возвратясь, очистятся тобой. Вот такие вот замечательные строки вдруг резко вспомнились мне, когда попалась мне вот такая вот монеточка Турции 2012 года. Вот такая вот прелесть. Мне показалось, что это самое то, чтобы, так скажем, предмет нашего сегодняшнего разговора, дабы как бы проиллюстрировать, что ли. Дело в том, что именно 16 апреля, но в 1844 году, 175 лет назад, и родился Анатоль Франц. Был такой французский писатель, поэт, литературный критик, даже нобелевский лауреат. Анатолий Франц, псевдоним французского писателя Анатолия Франсуа Тибо, в 1920-х годах он добился всемирной славы, и его авторитет в литературе и культуре Франции не пререкаем. Родился он в Париже, в семье Букиниса. В 1866 году Франц окончил иезуитский колледж в Париже и стал работать библиографом в издательстве «Ла Мера». Примерно в это же время он сблизился с литературной группой «Парнас», начинает свою литературную карьеру. В 1868 году опубликована первая книга, называется «А де Виньи». Затем в 1873 году сборник «Золотые поэмы», а еще через три года драматическая поэма «Каринфская свадьба». В 1875 году Франц переходит в газету «Тенпе», где работает сначала репортером, а затем возглавляет отдел литературной критики. В конце 1890-х, в связи с усилением реакции, одним из проявлений которой было дело Дрейфуса, Франц публикует резкую сатирическую тетралогию современной истории. Постепенно Франц стал видным деятелем антинационалистического лагеря. Он принимает участие в устройстве народных университетов, читает лекции рабочим, произносит речи на народных собраниях. В 1921 году писатель стал еще и к тому же лауреатом Нобелевской премии в области литературы за блестящие литературные достижения, отмеченные изысказанностью силы, глубоко выстраданным гуманизмом и истинно гальским темпераментом. В 1922 году его сочинения были включены в католический индекс запрещенных книг. Еще раз повторю, в 1924 году его сочинения были включены в католический индекс запрещенных книг. Дожил Анатоль Франц до 12 октября 1924 года в Сен-Сир-Сюр-Луар. Ну что ж, вот такое у нас на сегодня событие, как день рождения величайшего французского и общемирового писателя, поэта, литературного критика и нобелевского лауреата Анатолия Франца. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok